Привет, друзья! Приготовьтесь, через несколько дней я буду гораздо моложе, потому что я просто постригусь. Я говорю о внешнем виде. Всё время изучаю вопрос в интернете. Состояние человека влияет на окружающих или внешний вид? Ну да, напишите мне, кто как думает, какие-то подтверждения тех или иных примеров. Ещё раз хочу повторить, что у нас не политический канал, потому что когда человек под тяжёлыми эмоциями, ну, пока он не разгрузится, он не успокоится, даже разгрузившись не успокаивается, потому что его трясёт, и это справедливо. Но у нас канал не политический, пожалуйста, друзья, помните об этом. И очень хорошо, что многие участники нашей школы напоминают таким, нездержанным людям, которые провоцируют этим самым, чтобы я им писал ответы такие политического рода. Я свою позицию уже сформулировал на ролике. Напишите мне, сформулировал я или нет. Вот тот, который про политику мне пишет, да ещё затягивает, знаете, каким образом? Знаем-знаем мы вашу человечность. Вот когда до дела доходит, какая ваша человечность типа? Ну, вы посмотрите. По-разному. Ну, это же не потому, что им хорошо, это потому, что им плохо. И ставят всё с ног на голову, или как, с головы на ноги. Всё переворачивает. Почему? Чтобы кризисы и войны прекратились, наш канал как раз и работает. Потому что когда у человека в голове здравый смысл, а не стресс, когда в нём есть человечность, тогда его нет. Но здравый смысл не позволяет человеку управляться, управляться со стороны. Потому как я ещё вначале написал в 90-м году в книжке, если человек не умеет управлять собой, начинает управлять другие. Это же правильно. Друзья, вот что я вам хочу сказать. Улыбайтесь, как говорил барон Мюнхгаузен. Ну, улыбайтесь, или кто это говорил, напомните мне, пожалуйста. Это я вас завлекаю, завлекаю в беседу, чтобы вы писали комменты. Оказывается, от количества лайков зависит, сколько нас будет смотреть. Количество участников. Да, друзья, это не просто так кнопку нажал. И комменты, это не просто так коммент написал. Даже те тётеньки и дяденьки, которые вовлекают в политическую дискуссию, у которых сердце разрывается. Они хотят нас предупредить, что мы должны понять, что политика всё равно до нас достучится. Да понимаем мы это всё, понимаем, не первый раз. В этом смысле вы нам канал не губите, потому что то, что мы делаем на нашем канале, это для всех и каждого, и для вас в том числе, в первую очередь. Но вы в стрессе, и вы это не слышите. Мы помогаем всем. И каждому. Повторяю это много раз. Потому что каждый человек, в какой бы ситуации он не находился, я сейчас скажу о главном. Он не должен сохранять, не должен, а должен, наоборот, видите, должен сохранять разум. Это очень важно. А чтобы силу духа сохранять, допустим, вы получили эмоциональный удар. Допустим, такой силой, потому что вы, допустим, проснулись, встали, а вдруг, ба-бах, что-то случилось, или вам письмо прислали неприятное, или позвонил кто-то вам и сказал такую вещь, что вы уже... И всё, рухнуло, и всё, вы потеряли здравый смысл в этот момент. А вот я вам скажу главное. И многие из этого сделают свой вывод и будут этим практически пользоваться. Потому что, оказывается, если сопровождать какие-то ощутимые события, ну, например, даже чашку уронили, или вы под холодным души, ну, душ принимаете, и если вы сопровождаете это событие, ощутимое для вас мыслью, что вы закаливаетесь, вы закаливаетесь. А если вы под ту же холодную воду случайно попали и подумали, что заболеете, вы заболеете. Улавливайте мысль. Поэтому, когда у вас происходят сильные эмоциональные удары, которые вас готовы разрушить, и вы не знаете, как быть, и вот такое состояние, сопроводите эту мысль, что это, что это удар жизни, который сделает вас сейчас крепче, и вы через буквально несколько минут сопроводите такое мысль, найдёте верное решение. Вот же в чём дело. Сопровождение мыслей ощутимыми действиями создаёт доминанты, которые перенаправляют энергию стресса на решение нерешаемых вопросов. Друзья, я, наверное, вас запутал, да, но я шутник. Мне можно. Так. Мне можно пошутить, я уже старый, но через несколько дней, я надеюсь, постригусь. Вы меня не узнаете. И мы тогда решим, что же влияет на аудиторию состояние человека или внешний вид, с чего я, собственно говоря, и начал. Да. Друзья, а я вам сегодня намекнул о главном, о главном, о главном в моём ролике, что, что если действие, например, я принимаю таблетку, сопровождается мыслью, что она мне поможет, или если я получаю массаж и сопровождаю мысль, что это мне поможет, или меня током стукнуло, я подумал, как говорится, ну какая пословица есть у нас? Народная примета. Всё хорошо, ну короче, какая-то есть, напишите мне там это. Всё нас учит, понимаете, то, что не выше наших сил, нас укрепляет. Да. И всё хорошо, всё хорошо. Да. Узнаете, узнаете. Друзья, то, что мы развиваем в себе, стойкость духа, поможет нам и молодым, молодым, которые сейчас находятся в таком замешательстве, быть здравыми и быстрее принимать верные решения. Я не за то решение, и не за это. Я говорил уже о своей позиции. Я за верные решения. А чтобы принять верные решения, о, как я буду рассказать, правда, до связи. Приходите к нам на вебинар с Оленом и Шейлой. Там будут приёмы и алгоритмы. Будет очень здорово, полезно для всех и каждого. До встречи.